Технологическое развитие, связь, телекоммуникация, инновации, бизнес – эти темы стали ведущими на ежегодной выставке «Коммуник Эйжа». В 2019 году ей исполнилось 30. Цифры весьма убедительные. И каждый раз участие в выставке подтверждает статус компаний на мировом рынке связи. Рядом со знаменитым отелем «Марина Бэйсанс» в Сингапуре на протяжении трех дней активно работали сотрудники российского спутникового оператора компании «Газпром Космические Системы». Экспозиция компании «Газпром Космические Системы» привлекает внимание как гостей, так и клиентов. «Коммуник Эйжа-2019» распахнула свои двери для компаний мировых лидеров в области разработок современных технологий. Стенд компании «Газпром Космические Системы» сегодня пользуется особой популярностью. Работа кипит, а это значит, что будут результаты. В этот раз акцент был сделан на продвижении ресурса С-диапазона спутника «Ямал-601», который тремя неделями раньше был успешно запущен с Байконура. Этот спутник заменит в орбитальной группировке позиции 49 градусов восточной долготы хорошо известный на рынках Азии и Ближнего Востока космический аппарат «Ямал-202», который работает на орбите с 2003 года. Зона обслуживания и частотный план нового спутника практически те же, как и «Ямал-202», а повышенные энергетические характеристики «Ямал-601» дадут дополнительные преимущества клиентам компаний. Встречи, переговоры и, конечно, подписание контрактов с партнерами – вот то, чем занимаются сотрудники компании «Газпром Космической Системы» в данный момент. Три дня выставки «Коммуник Эйжа-2019» обещают быть горячими. Важной, а точнее основной частью работы на выставке в Сингапуре стали как встречи с компаниями-провайдерами услуг спутниковой связи, работающими в азиатском регионе, так и подписание соглашений на увеличение услуг спутниковой емкости, арендуемой у «Газпром Космической Системы». Выставка получилась довольно продуктивной и насыщенной. Достигнуты определенные результаты. В частности, подписано было три контракта на использование спутника емкости группировки «Ямал». Подписан крупный контракт с компанией «Гоу-Гоу» оказания услуг через спутник «Ямал-300К» в интересах авиационных компаний Юго-Восточной Азии. Подписано соглашение по использованию спутниковой емкости спутника «Ямал-300К» для морского бизнеса в интересах компании «Спидкасс» – крупнейшего игрока на рынке спутниковой связи. В ходе выставки сотрудники компании «Газпром Космической Системы» провели переговоры с представителями из разных стран – Кореи, Сингапура, Германии, Австрии, Италии, Нидерландов, Кипра, Словении, Лексенбурга, Швейцарии, Франции, Гонконга, Великобритании. Партнеры компании «Газпром Космической Системы» особо подчеркнули – сотрудничество с российским спутниковым оператором всегда приносит не просто успешные результаты, но и удовольствие от общения. Мы работаем с группировкой «Ямал». Это 402-й и 401-й. Надеюсь, будем работать и на новых. Партнерские отношения великолепные. У нас отличные рабочие отношения. Когда нам важно созвониться и пообщаться, они всегда на связи. Если возникают вопросы, они всегда помогают их решить. Они достаточно велики, чтобы помогать нам глобально, и достаточно скромны, чтобы отвечать на телефон в любое время. Интернет-ресурс, без которого в современном мире трудно представить многие сегменты. Это возможности, в том числе и для расширения бизнеса. И здесь роль российского оператора, владельца целой группировки спутников «Ямал» весьма весома. «Газпром Космические Системы» располагает возможностями как наземного, так и обслуживания на транспорте. «Доступ в интернет, транспортные связи. Сейчас это становится очень популярным, так как невозможно себе представить человека, который передвигается 10 часов, допустим, без использования услуг интернет, без доступа к электронной почте, ну и просто связи с родными». «Гоу-Гоу» и «Газпром» сотрудничают на протяжении двух или трех лет. Нам очень повезло. Это очень приятный опыт и хорошие рабочие отношения. «Сейчас мы расширяем наше взаимодействие». «Гоу-Гоу» рада работать над будущими проектами. Мы нацелены на развитие технологии Wi-Fi в самолетах, спрос на которую растет. Естественно, это потребует больших мощностей и от спутников, с которыми мы сейчас работаем». По-прежнему востребован для азиатского региона спутник «Ямал-300К» в орбитальной позиции 183 градуса восточной долготы. «Проявлен интерес к использованию перенацеливаемого луча спутника «Ямал-300К» и южного луча «Ямал-402» для оказания услуг на морских судах». «Мы используем ресурс спутника «Ямал-300К», зона, покрытие которого позволяет нам поддерживать связь с морскими службами. И мы здесь для того, чтобы продлить это сотрудничество, которое весьма успешно длится уже несколько лет. «Наша компания занимается дистрибьюцией контента. Мы используем спутник для поставки контента нашим клиентам, таким как ATN, NBCU. И мы делаем много трансляций, и для этого используем каждый спутник, в том числе компания «Газпром», космические системы. Так что сотрудничаем мы на протяжении многих лет. «Мы пользуемся услугами спутниковой группировки «Газпром» для трансляции как спортивных мероприятий, таких как турниры по крикету, футбольные матчи, так и для освещения визитов первых лиц и так далее». «Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Газпром-космические системы». Это очень помогает нам в поиске актуальных решений для наших клиентов, помогает нам успешно работать на рынке». Очередное значимое событие отрасли связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Коммуник-Эйжа-2019» стало весьма знаковым как для мира современных технологий, так и весьма плодотворным для российского оператора компании «Газпром-космические системы». Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Евгений Докукин, телерадиокомпания «Щелково».